Ооо, как красиво, вау! Завтра что-то произойдет, ты можешь его продать, не дай бог, конечно, но все равно. Кстати, еще насчет хейта. Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас с вами опять же будет мукбанг, это будет шаурма, пицца, точнее три кусочки пиццы, которые остались от прошлого видео, картошка фри и кола. Что касается донера, я специально встала рано, поехала в другой конец города. Чтобы купить желтую. Я знаю только одно заведение, где есть разноцветный донер. Специально, значит, поехала туда. Это пять остановок на метро. А оказалось, что они больше не делают такой. Вот такой вот самый обычный донер. А я как-то даже не спросила. Заказала, оплатила. А потом спрашивала, мне, кстати, куда именно желтые нужен. Просто там есть еще и розовые, и зеленые. Мне сказали, девушка, вы не знаете, что уже давно мы не делаем. Разноцветные. Какая-то необычная кола. Написано без сахара. Вкус вообще другой. Это, конечно, меня очень расстроило, потому что я планировала надеть желтую кофточку. Купить какой-то желтый напиток и какое-то такое интересное видео снять. Вот такие вот дела, короче. Кстати, еще насчет хейта. Мне очень часто в инстаграме пишут. Вот. Ты обещала выкладывать видео в 12, постоянно опаздываешь. Если не успеваешь в 12, не обещай и так далее. С одной стороны, мне безумно приятно, что есть люди, которые ждут мои новые видео. Но когда люди начинают оскорблять, говорят, что ты неответственная. Ребят. Вы поймите меня тоже. Я работаю. У меня есть и другие заботы тоже. То есть, YouTube это мое хобби. Оно мне не позволяет, знаете, вообще не работать и сидеть только снимать видео. Все равно видео выходят каждый день. Последний месяц не было дня, когда не было видео. А иногда бывает даже два видео. Сегодня еще должна выложить влог. Не знаю, успею я не успею. Потому что его еще надо смонтировать. А мне еще надо на работу. Поэтому обещать не буду, но очень-очень постараюсь. Ну, что-то необычное кола. Как будто мало здесь газа. Это что-то вроде кола zero. Написано, что без сахара. Ну, ничего. Кола есть кола. Вчера, значит, виделись с Фатей. Фатя пришла ко мне. Мы должны были снять два видео. Но так получилось, что сняли только на Фатин канал. Кстати, я сейчас не накрашена. Ну, почти не накрашена. Глаза не накрашены. Не знаю, брови не накрашены. Мне как-то даже необычно на себя смотреть в таком виде. С Фатей сходили. Купили мне золотое колечко. Мы с Фатей обещали друг другу, что мы больше бижутерию покупать не будем. Если вы смотрите меня давно, я постоянно во влогах показывала, как я покупаю сережки, браслеты, бижутерию. Ты покупаешь через 2-3 дня. Эта бижутерия темнеет, ну, образно говоря. Поэтому мы с Фатей решили, что мы будем покупать либо серебро, либо золото. Я серебро не люблю. Конечно, вы сейчас можете посчитать меня старомодное. Потому что сейчас модно серебро, нежели золото, белое золото. Я люблю именно лимонное золото. Во-первых, золото имеет очень хорошую ликвидность. Завтра что-то произойдет, ты можешь его продать. Не дай бог, конечно, но все равно. Вот такое вот колечко взяли. Но я вам поближе во влоге покажу, если успею сегодня смонтировать. Как подорожало золото, ребята, это вообще. Грамм стоит 70 манат. Мы прям недавно в Фатей покупали браслет. Тогда грамм стоил 55. То есть настолько сильно подорожало. Особенно кольца. Я не могу носить кольца бижутерию. Потому что я не люблю снимать кольца, когда, например, мою посуду. Или когда иду купаться. Еще сережки как-то можно понять. Один раз, когда купаешься, просто снимаешь. А при каждом мытье рук снимать кольца, для меня это, ну, заморочно, да? Не люблю я так. Когда мы выбирали, там был один прилавок, где было именно серебро. Фатя остановилась и такая так смотрит на эти серебряные изделия. Фатя, кстати, больше любит белое золото и серебро. Я, например, больше люблю именно вот такой вот цыганское желтое золотое. Если вы тоже любите такое золотое, несмотря на моду, пишите в комментариях. Если честно, в этот раз, когда мы с ней ходили с Фатей, я поняла, насколько же у нас все-таки разные вкусы. Мне нравятся абсолютно другие модельки. Ей нравится вообще другое. То, что ей нравится, я бы никогда не носила. А то, что нравится мне, не носила бы она. Я хотела вообще там ходить снимать разные модели. Потом подумала, да ладно, кому это будет интересно. Я не знаю, есть ли любители золота среди вас. Я хотела как влог снять, когда я покупаю, ходить на вот эти модельки, как я выбираю. Между какими двумя моделями я там сомневалась. Потом я подумала, может быть, если я сниму это как влог, все подумают, что я что-то рекламирую. Хотя я купила за собственные деньги. Но сейчас, когда я уже начала монтировать, я уже немножко там вначале смонтировала, я понимаю, что все-таки не хватает в этом влоге этого момента, как мы идем и выбираем. Вкусняша просто, просто вкусняша. Но то, что я ехала 5 остановок из-за самого обычного донара, мне не дает покоя. Но опять же, мой косяк. Я должна была сначала у них спросить. Просто я раньше у них покупала, я думала, что может поменяться. Еще сегодня вечером буду снимать, как готовить грузинские хингали. Я давным-давно вам обещала, и даже сейчас иногда вижу в комментариях, что кто-то спрашивает. Ты же обещала, почему не сняла. Вот сегодня вечером мы с мамой будем снимать такой мастер-класс, как готовить грузинские хингали. А потом с Фати у нас будет челлендж, кто съест больше. Вкусняша. Но все равно, знаете, мне больше нравится шаурма номер один. Это тоже неплохо, но здесь абсолютно другой вкус. И да, обожаю кушать. Обожаю кушать что-то вкусное. На мой взгляд, очень интересная подача именно кетчупа и майонеза. Это от Кальвы. Здесь совсем немного. И очень легко открываются. Хотя нет, я беру свои слова обратно. Этот открывался очень легко. Здесь очень непонятно как. Ой, нашла. Нашла. Кетчуп и майонез. Картошка фри. Неплохая, но не вау. Но не космос. Но есть можно. Погода такая на улице вообще пасмурная. Меня прям выгоняет в депрессию. Я не знаю почему. У меня давно не было такого ощущения. Когда я купила это кольцо, я иду по дороге. И вот всю дорогу так, знаете, вот так. Как красиво. Вау. Какая прелесть. Даже Фатя уже начала ржать надо мной. Говорит, ты как ребенок. Ей богу. Но блин, это настолько детская такая радость. В последнее время, когда я что-то себе покупаю, для меня это настолько, ну, обычно, да. Но именно когда я купила это кольцо, оно недорогое. Да, в влоге вам скажу, сколько оно стоит. Или хотя здесь тоже скажу. Оно стоит 190 монат. Здесь около 3 грамм. Ну, настолько я была радостная. Я шла за сережками. Потому что у меня нету красивых золотых сережек. А точнее у меня были. У меня была вообще огромная коллекция золота. Но, к сожалению, в моей жизни были обстоятельства, когда мне очень срочно нужны были деньги. Я вынуждена была это все продать. То, что у меня есть. Поэтому я люблю золото. В трудной жизненной ситуации ты всегда можешь это продать. А серебро сегодня ты покупаешь. И причем недешево покупаешь. Потом оно окисляется. И когда продаешь, я не знаю, как в России. Здесь, когда я хотела продать свои серебряные изделия, мне сказали 50 копеек за грамм. Это около 20 рублей. Я была просто в шоке. Потому что очень красивые изделия у меня были и есть сейчас. Я просто решила их не продавать. За 50 копеек какой смысл продавать? Лучше я кому-то подарю. Почему я решила продать, я могу объяснить. По моему светотипу, я не знаю почему, мне не нравится, как на мне смотрится серебро. И платить в 7-8 раз дороже бижутерии, покупать серебро, которое потом все равно окисляется, я не вижу смысла, если честно. Может, я неправильно храню. Может, я неправильно чищу. Я решила покончить с серебром. Одно время много чего купила. Сейчас все лежит. А еще знаете как? Я не знаю почему, все мои знакомые как будто сговорились. Всегда мне дарят что-то серебряное. А я стесняюсь как-то сказать, что мне это не нужно, я это не использую, я это не ношу. Вот это кольцо, например. Не знаю, вам видно, не видно. Я купила где-то 4 года назад. И можно сказать, что почти каждый день ношу, не снимая. Мне комфортно, мне нравится. Как-то на день рождения Шелли мне подарила цепочку серебряную. Она была настолько красивой. Даже сейчас у меня есть. Я даже во влоге вам показывала. Настолько красивая, настолько изысканная. Я подумала, что подарок от Шелли я не могу не носить, потому что это моя одна из лучших подруг. Ей будет неприятно. Я начала носить, не снимая. Если вам сейчас покажу эту цепочку. Она окислилась и стала прям черной. И мне уже она совершенно не нравится. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может кто-то разбирается, например, в серебре, почему вот она окисляется. Почему окисляется именно на ком-то. Есть люди, которые, например, носят серебро, и у них ничего не окисляется. У них все замечательно. Вот в чем фишка этого. Может я как-то неправильно храню, или я не знаю. Я еще слышала, что когда парфюмом пшикаешь на изделие, то изделие тоже очень быстро окисляется. Знаете, но я не могу это не регулировать как-то. Я из тех людей, которые купаются в парфюме, либо вообще не пользуются, либо купаются. Причем мне нравятся такие парфюмы, которые никому не нравятся. Это такие древесные ароматы, такие восточные арабские ароматы, тяжелые, подшлейфовые. Я, представьте, скупалась этим ароматом, иду куда-то. И мама такая, Господи, какой ужас. Господи, что это? Айка. Айка такая, типа, крутая, чую их. Мама говорит, я, говорит, за тобой могу проследить после того, как ты уйдешь. Я просто, говорит, по запаху шлейфа твоего аромата могу узнать, куда же ты все-таки пошла. Я говорю, удачи, мама. Вкусняша. Картошечка, если честно, мне не очень понравилась. Она какая-то невкусная. Поэтому ее я доедать не буду. Хотя, если честно, я еще голодная. Но просто именно эту картошечку я не хочу. Спасибо, что кушали вместе со мной и досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Ссылка будет закреплена в комментариях. Также сегодня очень постараюсь выложить для вас влог, потому что очень много покупок, всего такого интересного. Всем желаю вам удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok